Друзья, всем привет! Недавно мы обновили линейку комплектов и у каждого устройства теперь есть базовая версия, в которую не входят камни и какие-либо допы. Такой комплект будет удобно дополнить любыми камнями, представленными у нас на сайте. К примеру, это новый комплект камней Barite серии T2 из 5 штук. И начинается от облирочного и кончая финишным камнем. И такой сет будет поставляться в фирменной картонной упаковке от компании Barite. Эти камни отлично подают для заточки ножей твердостью до 62 единиц по роквиллу. Камни довольно-таки износостойкие и работают с маслом. Можно применять как масло на основе алииновой кислоты, либо же использовать фирменную жидкость Barilub. Само собой, как и любую синтетику, эти камни желательно вскрыть перед первым использованием, так как когда их запекают в печи, у них образуется некая корочка и эти камни будут работать не всю свою силу. Изменился профиль K03. Теперь во всех комплектах будут идти новые барашки, которые имеют насечку. И что немаловажно, у них имеется матовое бесцветное анодирование. На заточке у нас будет нож Kirschow Link, изготовленный в США. На этом ноже сталь CPM20CV, аналогом которой является M390, твердостью порядка 60 единиц по роквиллу. Длина этого клинка 83 миллиметра, а толщина по обуху вставляет 3 миллиметра. Сведение у ножа порядка 0,6 миллиметра. Нож мы оклеили малярным скотчем, как по обуху, так и со стороны рукояти, для того, чтобы его не поцарапать во время заточки. Зажимы расположили вместе на одной стороне рамки, чтобы удобно было зажать короткий нож. И сам нож мы расположили таким образом, чтобы подвод во время заточки у него не расширялся, а был, как и он сейчас есть, примерно одинаковый. Кончик ножа расположили по центру. Для заточки мы взяли камень Барайт серии Т2 220. Мы не берем сейчас обдирочный камень 150, потому что на ноже отсутствуют сколы и ремонт не нужен. Мы его сделаем немного острие, чем он сейчас есть, потому что нож подтупился и нам его нужно просто заточить. Сейчас добавляем жидкость для заточки барелью на сам камень. Слегка растерли. Закрашиваем подвод нашего ножа, чтобы попадать в тот же самый угол заточки. Ориентируясь на след от абразива, выставляем угол. Если у нас маркер снимается полностью, как сейчас, то мы попали в угол заточки и можно фиксировать угол. И точим до появления заусенца с обратной стороны. После того, как вышли на заусенец, переворачиваем нож и протачиваем его с другой стороны. Проточили с двух сторон. Нож очищаем от шлама на себя. Переворачиваем. И прямо по заусенцу сейчас будем его снова протачивать, уменьшая риску. Переходим на следующий камень. Это у нас будет 400 баррайт Т2. Ну и чтобы ускорить заточку, приподнимаем угол на 0,1 градуса и продолжаем уменьшать риску. Также, чтобы не завалить кончик ножа, придерживаем его пальцем. Сейчас у нас будет баррайт 600 Т2. Добавляем жидкость, приподнимаем на 0,1 градуса и также протачиваем. Так, сейчас переходим на последний камень. Это баррайт 1000 серии Т2. Также с жидкостью баррелюб приподнимаем угол на 0,1. Прямо по заусенцу начинаем финишировать. Ну и, конечно же, снятие заусенца. Проходим себе по одному разу с каждой стороны, исключая какое-либо давление на абразив, чтобы он проходил под своим весом. И так примерно 10 раз с каждой стороны. Проверим остроту ножа после заточки. 17 грамм. Проверим рез на газете. Хороший чистый рез. Сталь сама по себе достаточно агрессивная. Тем не менее, мы достигли достаточно хорошей остроты. Нож имеет зеркальный подвод. После баррайда Т2000 подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Субтитры сделал DimaTorzok